Меня зовут Музафаров Альберт Рустамович, я являюсь врачом-травматологом-ортопедом, работаю в клинике Эксперт Плюс. Вообще, если вкратце говорить, травматолог-ортопед занимается заболеванием опорно-двигательного аппарата, который происходит вследствие различных травм, различных врожденных особенностей, простых, естественных возрастных изменений. И, соответственно, мы занимаемся лечением этих патологий как консервативным путем, в первую очередь, так и оперативным, и профилактикой, конечно же. Ну, естественно, я не мечтал всю жизнь о том, что поступил в медицинский институт, университет. Я решил поступать туда в одиннадцатом классе, когда стал выбор. Возможно, повлияло то, что у меня мама тоже доктором была в свое время. Вот, поэтому решил поступить в медицинский институт. На самом деле, было несложно поступить, потому что я не поступал на бюджет. Я встал на коммерческой основе, ну, потому что я тогда еще был не гражданином Российской Федерации. Поэтому, самое главное, надо было удачно сдать ЕГЭ. И, в принципе, без проблем поступил. И где я отучился много лет. Ну, на самом деле, учебу в медицинском я вспоминаю всегда с большим удовольствием, с большим теплом, с улыбкой. Всегда даже своим коллегам говорю, я бы хотел, мечтал бы вернуться хотя бы на денек, на любой курс бы там, просто видеться однокурсников, побывать в этой среде. Потому что, на самом деле, студенческие года — это на всю жизнь. Больше это никогда не повторится. Конечно, надо... Я старался брать максимум из этого. Не только уделял время учебой, ну, и, конечно же, развивался всесторонне. Пытался активничать. Ну, я думаю, у меня это получалось. Надеюсь, у меня это получалось. И я подавал пример многим студентам, которые, глядя на меня, тоже начинали активничать. И у них тоже это неплохо получалось. Так, во время учебы... Ну, сложно, наверное, это учебный процесс освоения новых предметов. Ну, по сути, прям таких сложностей я никогда не испытывал в учебе, потому что я старался, ну, уделять время учебному процессу. Я не пытался зубрить что-то, я пытался это понимать. Мы с однокурсниками тоже оставались периодически. И после основных учебных часов мы изучали дополнительно тот или иной предмет. Поэтому, в принципе, я бы не сказал, что было сложно. Бывали, конечно, особенно первые три курса, это были бессонные ночи. Я это помню прекрасно, особенно перед экзаменом. Но потом я понял, что так делать не надо. И на старших курсах я, конечно же, ложился спать вовремя перед экзаменом и был уверен, что все пройдет на высшем уровне. Хороший вопрос. Возможно, уделять больше внимания каким-то предметам и учить сразу что-то, не откладывать на последний день. И может еще больше активничать, чем я активничал. Возможно, так. Ну, студенческое время у меня прошло довольно-таки активно. Возможно, было бы еще более активно, но я считаю, что более чем достаточно. Потому что помимо учебы активно занимался спортом. Был капитаном футбольной команды на протяжении пяти лет где-то так. Вот, даже какие-то там места завоевывали. Был председателем студенческого спортивного клуба. Тоже пытался развивать спорт, в массы его внедрять. Ну, входил тут в ряды правкома. Хотя на тот момент я не был гражданином Российской Федерации. Официально я там никак не мог состоять в правкоме. Но, тем не менее, я являлся его членом и тоже пытался в той или иной степени активничать. Участвовал в фестивалях, в научных кружках. Ну, не так активно, конечно. Что еще? Ну, старостый был на последних курсах. Вот. И в плане общения старался активничать. Ну, общался. В принципе, у меня было много коллег, с которыми мы по сей день поддерживаем связь. Ну, как я уже говорил, конечно же, уделять время не только учебе. Потому что студенческая жизнь пройдет, потом нечего будет вспомнить, на самом деле. Поэтому, я думаю, у любого человека есть тот или иной талант. Ну, я, насколько помню, у каждого человека есть свои какие-то способности, которые он может проявить в той или иной степени. Поэтому, почему бы нет, главное не стесняться, активничать, максимально проживать эту студенческую жизнь. Ну, активно, полезно. Общаться постоянно с коллегами, с друзьями, новые знакомства, общения. Не только проводить время с убрежкой. И я думаю, это будет более продуктивно. И в будущем это принесет только одни плюсы. Какие навыки? Ну, во-первых, это, наверное, терпение, в первую очередь. Сила воли. Хорошее чувство юмора. Без этого никак. Позитивный настрой. Потому что всегда во время учебы будут какие-то сложные моменты, этапы, когда, наверное, кому-то захочется все бросить. Ну, если идти к цели, то всегда будут какие-то ступени. И каждое испытание только, ну, я скажу так, модными фразами, что нас делать сильнее. Но так и есть по жизни. То есть это я и по себе знаю, и по своим коллегам. Вот. И самое главное не бояться. Вот. И работать, работать, работать. То есть многое зависит от нас. Это неважно, в какой мы там учебной комнате обучаемся, какой преподавательский состав. Да, это не всегда важно. Самое, больше всего зависит от самого студента. Можно даже из самых простых там деревень выбиться в люди. И тому много примеров в жизни. И глядя на таких людей, я сам в том числе, я стремлюсь. То есть работать, работать. Потому что конкуренция в наше время очень большая. И надо работать. Иначе работать больше, чем другие. Тогда будет результат хороший. Ну, мне вот понравилось то, что я читал. Это вот тоже сейчас современные такие бестселлеры. Это не навреди то же самое. А это будет больно. В принципе, там показаны все стороны нашей профессии. То есть со стороны, как бы не казалось, что это круто. Там специалист высокого класса. Но, тем не менее, он проходит очень много внутренних переживаний. И, в принципе, с этим может любой человек столкнуться. И прочитав это, я думаю, можно быть готовым к этому. Ну и классики. Там всякие записки юного доктора тоже самое. То есть, ну, много книг. Ну и, конечно же, профильные предметы. Обязательно. Ну, хороший вопрос, конечно же. Самое главное – это профилактика. То есть, если человек элементарным будет с детства. И родители будут за этим следить. За весом, то, конечно же, это самое лучшее вложение, если я считаю. То есть, вес и регулярные нагрузки – это самое лучшее вложение. И бюджетное оно. То есть, если у человека хороший индекс массы тела. Если он регулярно дает какие-то нагрузки на суставы. То это уже самая лучшая профилактика хорошая. Это уже снижается риск травматизации. Снижается риск различных возрастных заболеваний, патологий. В плане спортивных травм. Конечно же, от спортивных травм никто не застрахован. Я сам, например, 20 лет играл в футбол. И в этом году сам тоже получил травму. И оперировался два раза. Поэтому от этого никто не застрахован. Хотя, в принципе, я считал, что у меня такой грамотный подход. Но это просто дело случая. Но вообще, люди в большинстве случаев получают свои травмы на ровном месте абсолютно. Без столкновений. И в этом уже проблемы. Это лишний вес. Проблемы мышц. Не совсем они подготовлены. Стабилизаторы те же самые. То есть, если человек перед тем, как хочет выйти даже на то же самое футбольное поле. Выйти на гору, там, сноуборд, горнолыжка. То, конечно, он должен быть подготовлен. То есть, это укрепить мышцы. Обязательно стабилизаторы. Если ему самому трудно, то он ищет себя. Грамотного фитнес-инструктора, реабилитолога. Сейчас полно интернет-ресурсов, где можно просто все это изучать. Самое главное – это грамотный подход. И, конечно же, если все это соблюдать, то риск заболеваний, риск травматизации, он снизится. Сто процентов. Ну, сам активно я веду Инстаграм где-то на протяжении 3-4 лет активно. Вот. Самый пик такой – это уже, наверное, после того, как я пошел в травматологию ортопедию. Вот. И многие мои коллеги, которым есть что рассказать, что показать. Я, наоборот, только это приветствую. Всегда я рад за своих коллег, если им есть что показать. И я, как специалист, могу это увидеть и для себя что-то перенять, поучиться. И это очень важно для тех же самых пациентов. Потому что сейчас в массе свои пациенты, они сидят в соцсетях. То есть, Инстаграм. У меня даже, по моей практике, даже 70 лет сюда приезжают пациенты. 80 лет из других городов. Они все приехали сюда благодаря Инстаграму. Вот. То есть, конечно же, репутация всегда впереди врача. Сарафанное радио – это тоже, конечно же, немалая часть. Но в наше время личный бренд, мне кажется, тоже очень много значит. И если, опять-таки повторяюсь, доктору, да? Ну, не обязательно. Ну, возьмем доктор, потому что мы про медицину говорим. Ему есть что показать, рассказать. И он считает, что это интересно будет для пациентов и для коллег. Конечно же, это стоит делать. И не бояться. Конечно же, вначале будет страх. Бояться той же самой камеры, говорить на нее. Ничего страшного. Это все со временем. Все приходит с опытом. Будут проблемы с текстом. Не знаю. Будут проблемы с идеями. Но ничего. Можно просто элементарно снимать свою жизнь. Там элементарно. Одну, две, три истории какие-то интересные. Вот там пациент пришел с таким-то. Мы сделали ему то. Или вот что бывает, когда пациент не соблюдает, например, те или иные рекомендации. Вот здесь такое оборудование. Здесь такие манипуляции. Это круто, я считаю. И тем более я подписан на многих медиков-блогеров. На таких крутых. Но это такой талон для меня. Они как личности уникальны достаточно. Это такой, наверное, мировой уровень, к которому нужно стремиться. Они показывают какие-то уникальные операции. И очень интересно за ними наблюдать. Они показывают свою жизнь. И вот эти успешные люди, они занимаются не только своей работой. Они показывают, как они спортом занимаются. Как они активно отдыхают. И это круто. Так и должно быть на самом деле. И если у вас хороший свой личный аккаунт, свой бренд, он на вас тоже будет работать. Это 100%. Потому что я тоже знаю по себе. Я хотя не так давно работаю травматологом-ортопедом. Но я думаю, здесь заслуга Инстаграма. Ну и моя работа, конечно же. Это большой труд, на самом деле. Это много времени занимает. Приходится ночами. Хочу разгребать директ, отвечать всем. Ну, у меня такая, как бы, в принципе, я всегда всем отвечу. В любом случае. Даже если это не мой профиль, я всегда отвечу, перенаправлю. И я это сделаю от души. Мне не нужно за это какие-то деньги. Я без проблем проконсультирую онлайн. Даже на почту мне присылают МРТ. Я смотрю. Я помогу пациенту так. И это будет хорошо. Он скажет другому, вот он мне помог. И будет уже своя база пациентов. Я думаю, это же тоже для меня хорошо. Это мой хлеб. Это мой заработок. Ну, этот заработок тоже в наше время очень важен. И это я расту как профессионал. И многие коллеги, глядя на это, тоже начинают развивать свой блог. И я это только приветствую. Любой студент, если есть какие-то вопросы, также может написать мне в инстаграм директ. Если есть номер WhatsApp, телега, ВКонтакте, в крайнем случае уж. Ну, а если какие-то там в плане лечения, то конечно сюда в клинику записываются без проблем. У нас, в принципе, все необходимые условия есть в клинике. Давай! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok